С 1953 года Украинский Федеральный Кредитный Союз действует на территории США. О работе Украинского банка Александр Москаль, менеджер филиала в Портленде, штат Орегон. Революции, вторая хвиля до войны и после войны, потом третья хвиля и теперь четвертая хвиля эммиграции из Украины после 1991 года. Так что, большая количество украинцев, которые здесь живут, начи с 40-х и 50-х годов, начали открывать свои банки. Но они называли их федеральными кредитными сплками или просто кредитными сплками. Наш главный офис в городе Рочестер, штат Нью-Йорк, так же мы имеем филию в Волбанне, Нью-Йорк, Сиракус, Нью-Йорк, Бостон, Массачусет и Сакраменто, Каліфорния. И тут, в Портленде, уже 6-х годов есть филия. Взагальному наша компанія обслуговує 16 тысяч людей. Тут, в Портленде, мы больше 1,5 тысячи людей обслуговуємо, начи с 2006-го року. Займаємось мы кредитами на будинки, кредитами на траки, трейлери, кредитами на авто, кредит на карточку. И самое главное, что мы имеем бесплатный чекінг-рахунок. Сегодня много банков поднимали людям плату на рахунки. То 5, то 10 долларов за дебют-карт нужно платить. Если вы в нас имеете рахунок, вы за то не платите. Самое главное, мы сегодня есть святками подеек, чтобы мы сегодня есть спонсорами, чтобы украинские консули приехали и нашим людям помогли с паспортами украинскими, с продовжением паспортей, с клеюванием детей. Мы пытаемся, чтобы люди имели эти услуги. Мы спросим людей, что им нужно, нас люди просят. Мы хотим украинского консула. Значит, мы спонсорируем проезд консулей, чтобы люди могли иметь свои консульские услуги. Мы также говорим и на русском языке, потому что много людей думают, ну, если украинская федеральная кредитная сплака, то только для украинцев. Неправильно бытущее мнение. Мы всех обслуживаем, стараемся говорить на тех языках, которые людям понятны, для того, чтобы люди получили сердце на своем родном языке, будь то украинская мова, будь то русский язык. То есть мы открыты, и у нас очень много обслуговывается людей, как из Украины, которые приехали, так и из стран, бывшего Радянского Союза, из Росии, из Казахстана, из Беларуси, you name it, как то говорят. Так же у нас последним временем очень много людей приходят из Схидної Европы, из Румунии, из Польши, так же у нас люди обслуговываются. Ну и так же люди, которые живут необычного украинцев или россиян, которые живут в этой нейберге, например. Бои им удобно, тут близко, мы понимаем так же английскую мову, и люди до нас приходят и отримают обслуговывание. Тем более, что у нас фричекинг рахунок.